Книга как источник знаний. Сегодня Русская Православная Церковь отмечает праздник, приуроченный к дате выпуска первой на Руси книги «Апостол Ивана Федорова». О ее ценности и истории создания печатного издания рассказали в детской библиотеке педагоги и священнослужители. Современный человек не может обойтись без телефона. Но он... или может? Наверное, может, но очень сложно его представить. Уж настолько мы привязаны к этому гаджету. А привязаны ли мы так к книге? Нет. К сожалению, нет. Надо говорить правду. К сожалению, нет. Говорить о проблеме привязанности к современным гаджетам сегодня как никогда актуально. Ведь ровно 453 года назад в московской типографии было выпущено первое печатное издание. Священнослужитель Иоанн Парамонов рассказывает детям историю создания православной книги. В эти мартовские дни мы говорим школьникам, старшеклассникам о том, что такое книга, в чем ее вечное значение, в чем ее значение для сегодняшнего поколения. И так или иначе пытаемся показать ту связь времен, что мы как раз и являемся наследниками традиции чтения книг, печатания книг, вообще любви к книге благодаря трудам Ивана Федоровна. Тираж первой книги составил 2000 штук. 60 экземпляров этого издания до сих пор хранятся в крупнейших библиотеках и музеях мира. Школьников удивляет, что одна из таких книг есть в Университете Екатеринбурга. Между тем, в читальнях Первоуральска отмечают, горожане все больше предпочитают находить информацию с помощью интернета. Но есть и те, кто до сих пор ценит бумажный переплет. Есть дети, читающие традиционные бумажные книги, и мы считаем, что дети должны начинать все-таки с этого. И вот приобщение к книге должно быть именно для детей бумажный формат. Это остается на всю жизнь. Вот этот шелест страниц, вот этот запах книжный, какие-то картинки, иллюстрации, это все западает в душу ребенка с самого детства. Школьникам показывают небольшой исторический фильм о Иване Федорове и его творчестве. Дети с интересом вглядываются в кадры с первым печатным станком и в страницы с непривычным современному человеку почерком. Четвероклассники делятся. Об известном авторе уже слышали, ведь он первым напечатал азбуку. А самые заядные книголюбы рассказывают о своих предпочтениях в литературе. Мне довольно интересно было, но про Ивана Федорова мы проходили по историю кое-что. Но здесь я узнал новое. Я в основном читаю фантастику для детей, трилогии. А какой у тебя любимый ссадер? Я даже не знаю, но, наверное, «Life is» про Никинар никто написал. Я люблю читать, но никогда меня заставляют, когда я сама это пишу. А какие твои любимые книги? Мои любимые книги – это русские сказки и приключения Тонуса. После беседы детей познакомили с православной литературой 18-го и 19-го веков. А школьники, в свою очередь, пообещали чаще брать в руки книгу. Ведь именно в ней – главный источник знаний. Елена Беляева, Денис Неугодников. Хроника дня.